Всем привет! Сегодня у меня на обзоре смартфон Fly Tornado Slim. Вообще не планировал делать обзор на смартфон Fly, но данный девайс мне показался интересным, поэтому взял его на обзор и хочу вам про него рассказать. Чем примечательен данный девайс, как вы можете видеть его толщиной. Толщина составляет всего лишь 5,1 мм. Можете видеть, что камера у него не выпирает. Но перед тем, как поговорить о самом девайсе, я хочу быстренько поговорить о комплектации. Буквально пару слов. Знаю, что вы не очень любите разговоры о комплекте поставки. Ну вот такая вот коробочка. Внутри у нас находился сам смартфон. Как видите, 5,1 мм указывается на самой коробке. Экран 4,8 дюйма. Разрешение HD Super AMOLED. И восьмиядерный чип. Внутри у нас кабель для зарядки. Зарядное устройство с выходом тока 1 Ампер. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 2050 мАч. Данным зарядным устройством он заряжается от 0 до 100% ровно за 2 часа. В комплекте идут вот такие вот наушники. Кабель плоский. Имеется одна кнопка ответа на звонок и встроенный микрофон. Смартфон продается в двух цветовых решениях. В белом и черном. Если говорить про белый вариант, здесь окантовка золотистого цвета. Она металлическая. Если говорить про материалы корпуса, то сзади у нас стекло. Опечатки пальцев не остаются. Точнее их не видно за счет белого покрытия. Снизу у нас сенсорные кнопки. Назад, домой и вызов меню. Пора уже, конечно, отказаться от вызова меню и заменить на последнее запущенное приложение. На задней стороне у нас находятся две прорези по динамик. Написано, сделано в КНР. Модель, можете посмотреть. IQ 4516 окта, то есть шестиядерная. Сзади у нас 8-мегапиксельная камера. Диафрагма 2.2. Вспышка. Микрофон для шумоподавления. Сверху у нас ничего нет. На нижней грани у нас находится разъем под наушники, микрофон и зарядка. Соответствующие модные, уже не первый год, насечки вывода антенн. С другого торца у нас кнопка включения-выключения питания и качелька регулировки громкости. Справа торца у нас расположился ловоток под микросим. Слота под микро-SD карточку нет. В аппарате имеется 16 гб встроенной памяти. Вот так смартфон лежит в руке. Удобно тянуться до кнопки включения-включения и регулировки громкости. Кнопки также металлические, не болтаются. Если говорить про качество сборки, вообще никаких претензий нет. Если говорить про удобство таких вот размеров смартфона, то могу отметить, что, конечно же, не очень удобно его брать, если он лежит на столе. Рамки очень узкие, буквально на кончиках пальцев мы его поднимаем. А также стоит отметить, что смартфон достаточно скользкий за счет задней стеклянной крышки. По дизайну и внешнему виду мне смартфон понравился. Естественно, у нас крышка задняя несъемная. Ничего не скрипит, все собрано достаточно хорошо. Корпус достаточно жесткий, но небольшой изгиб есть, но это не критично абсолютно. Давайте поговорим про экран. Диагональ, как я говорил ранее, 4,8 дюйма. Разрешение HD 1280 на 720, плотность 305 ppi. Матрица Super AMOLED. Если говорить про качество AMOLED матрицы, то здесь есть пентайл. Если смотреть вблизи, особенно на мелкий текст, можно увидеть, что контуры не такие гладкие. То есть, есть шероховатости из-за пентайла. Но, повторюсь, это надо смотреть вблизи. Также есть особенность в том, что контуры нижней части подсвечиваются к таким вот красным ореолам, верхним зеленым. Но это заметно только если всматриваться. И, повторюсь, очень-очень близко поднести экран. Так, в целом, экран многих устроит. Но, повторюсь, заметить, что здесь пентайл можно. Если, опять же, всматриваться в мелкий текст. То есть, преимущество AMOLED-экрана, как вы знаете, это черный цвет. Даже вот сейчас на картинке видно, что здесь у нас черный идеально. Не выцветает ничего, не искажается. Если говорить о минусах AMOLED, то они есть. Под углом белый цвет немножко искажается. Зеленый такой вот оттенок. Но, повторюсь, для многих это не критично. Особенно для любителей AMOLED-ов. Если говорить про яркость экрана, давайте посмотрим, какая минимальная. Ну, вполне комфортно для чтения даже в плохом освещении. Максимальная яркость меньше 400 кандел на метр квадратный. Могу отметить, что на солнце все же экран бликует, и текст не так хорошо различим, как той же IPS-матрица. Перед тем, как перейти к железу, наверное, стоит рассказать о ценах. Минимальная цена в Яндекс.Маркете начинается от 13 600 рублей. Давайте поговорим о железе. В данном смартфоне используется чип Mediatek. Восьмиядерное решение 6592. Восемьядер. Максимальная частота 1,7 ГГц. Графический скоритель Mali 450 MP. Если говорить про оперативную память, доступно всего 1 ГБ. После закрытия всех приложений, пользуясью, доступно около 300 ГБ свободного места. Если говорить о производительности, давайте мы запустим настройки. Здесь у нас стоит Android 4.4.2. Обратите внимание, такой вот эффект. Если не ошибаюсь, в Sense 6 что-то подобное использовалось. Из особенностей стоит отметить наличие возможности работы в перчарках. Есть соответствующий пункт. Если говорить про объем свободной памяти и 16 ГБ, пользуясью, доступно память телефона почти 10 ГБ. Остальная память уходит под систему. Карточек microSD в данном аппарате нет. Из плюшек софтовых включение режима полета по расписанию, также включение питания, также по расписанию. Если говорить про производительность данного смартфона, давайте мы перейдем в настройки. А можно включить режим для разработчиков. Здесь присутствует арт-режим. Что опять же приятно. Но если говорить более предметно о скорости работы, давайте я вам продемонстрирую скорость скролла. Как можете видеть, плавности таковой нет. Но когда картинки подгрузятся, контент листается вполне хорошо. Достаточно плавная анимация. Что касается громкости основного динамика, на мой взгляд, чуть ниже среднего по громкости. Также следует учитывать, что он находится на задней стороне смартфона. И соответственно, когда мы кладем экраном кверху, то звук приглушается еще сильнее. Так, по качеству динамика, на максимальной громкости я каких-либо хрипов не заметил. Но повторюсь, что громкость ниже среднего, на мой взгляд. Если говорить про производительность в браузере, многим это будет интересно. Могу отметить, что скролл плавный. Рывков никаких нет. Но в целом могу отметить, для большинства пользователей, которые не избалованы скоростью Nexos, Motorola, HTC, данное устройство покажется достаточно быстрым. Особенно после включения арт-режима. Про производительность игрок чуть далее. Давайте мы сейчас закончим разговор о звуке. Если говорить о звуке в наушниках. На удивление, вполне хорошее качество. Я если говорить о низких частотах, они здесь присутствуют. Но высокие, на мой взгляд, могли быть лучше. То есть, опять же, для большинства пользователей, качество звучания в наушниках покажется хорошим. Если говорить про разговорный динамик. Что могу сказать? Он не хрипит. Звук передает чистый. Но по громкости, как и основной динамик, ниже среднего. То есть, собеседники, конечно, слышно. Но когда на улице очень много шума, хотелось бы чуть погромче разговорный динамик сделать. А его, к сожалению, сделать не получается. Если говорить о GPS. Как вы знаете, с Mediatek всегда были с этим проблемы. Но в данном чипе все очень хорошо. В помещении, где-то 2-3 метра от окна. Запустил он тест. Сразу нашлись спутники. То есть, вообще никаких претензий к качеству приема GPS у меня нет. Если говорить про качество приема сотового сигнала и Wi-Fi. Проблем, опять же, не заметил. Поддерживает девайс в работе в 2G и 3G сетях. LTE не поддерживается. Если говорить о минусах данного устройства. Возможно, у меня такой экземпляр попался. Но про это я не могу не сказать. А я, наверное, и в будущих видео буду обязательно тестировать сенсор. Тачскрин. Но вот что я заметил. Мы нажимаем, соответственно, у нас показывается касание. И в определенной области тач не реагирует на нажатие. То есть, он пропадает. Давайте откроем Phoenix и посмотрим, как у нас будет работать тач. Медленно скроллим. Вот. Перестал реагировать. Опять. Опять зоны. Давайте быстренько пройдемся по синтетике. GIF Bench у нас 436-2350. T-Rex GFX Bench у нас показывает 16 FPS. Манхетта не поддерживается, потому что у нас Mali-450, который не поддерживает OpenGL 3.0. Дальше у нас высокое качество Apex Citadel. 61 FPS. 3D Mark Unlimited 7100. Можете посмотреть более детально по каждому тесту FPS. Если говорить о производительности в играх, к сожалению, тест GameBench мне не удалось запустить на данном устройстве. То есть, нельзя посмотреть FPS. Ну, давайте посмотрим за то, как обстоит дело в реальном режиме. Так, игра GTA San Andreas. Максимальное качество. Я думаю, понятно, что неиграбельно. FPS проседает. Причем существенно. Смысл я дальше продолжать не вижу. Итак, Modern Commod 5. Давайте посмотрим на качество графики. Более высокое. По качеству графики не могу сказать, что все просто идеально. Есть все же лесенки, но при этом эффекты все на максимуме. В особо активных сценах. Перестрелки. Немножко проседание FPS заметно. В целом, вполне играбельно. В отличие от GTA San Andreas. То есть, вполне можно бегать. Итак, по моим впечатлениям, FPS где-то 20. 24. Много машин. Каких-либо заметных тормозов нет. Но чувствую, что где-то 20 FPS есть. Ну, в общем, какой итог по играм я могу подвести. Большинство игрушек идут достаточно плавно. Я бы не сказал, что есть какой-то запас в производительности. Но Modern Commod 5 и Real Racing 3 идут без заметных лагов. Давайте теперь поговорим о камере. Основная камера у нас на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп. Вот так у нас выглядит приложение камеры. Здесь, в принципе, все стандартно, без каких-либо особых настроек. Если говорить о качестве фотографии. Например, при плохом освещении в помещении видны заметные шумы цветные. Но при этом, вроде бы, детализация сохранилась. То есть, какая-то текстура имеется. Но очень сильно шумит изображение. Если говорить про съемку днем, вроде бы, с балансом в белом все хорошо. Но детализация, опять же, могла быть лучше. И, если посмотреть на небо, опять же, видно шумы. То есть, шумодав работает не очень хорошо. При этом, вроде бы, ISO меньше 100. В помещении к этому видео будет ссылка. Там можете посмотреть все примеры фотографий. По балансу белого, вроде бы, никаких претензий нет. А если говорить про съемку в помещении при хорошем освещении, иногда даже получаются вполне качественные снимки. То есть, баланс белого хороший, детализация, опять же, весьма неплохая. Но, повторюсь, иногда, получается, даже при хорошем освещении, смазанные снимки. Иногда детализация страдает. Опять же, съемка в помещении, среднее освещение. Баланс белого неплохо. Детализация, ну, скажем так, есть области нечеткие, замыленные, но, опять же, неплохо. Фронтальная камера. Утализация есть. С экспозицией, конечно, здесь не очень. В общем, какие я могу подвести итоги по камере. Камера, на мой взгляд, средняя. Иногда в определенных условиях съемки, например, в помещении при среднем плохом освещении, ниже среднего. Днем при хорошем условии хороший баланс белого, но заметные шумы. Иногда смазывают кадры. Но, повторюсь, камера средняя. Ничего выдающегося нет. И последнее, о чем я хотел поговорить с вами, это автономность. Здесь аккумулятор 2050 мАч. Тестировал в нескольких режимах. Например, игровой тест, максимальная яркость и председатель 3 часа работы экрана. Весьма неплохо, скажем так, средние показания для смартфонов. При воспроизведении видео, максимальная яркость, авиарежим, МКВ 720p, 6 часов работы экрана. Тоже весьма неплохо, средние показания. При проигрывании YouTube видео, максимальная яркость 720p. Здесь у нас за час работы он сел на 22%. То есть, в среднем при проигрывании YouTube хватит, ну, где-то на 4 часа работы экрана. Если говорить про смешанный режим и с 3G включенным, то здесь не так все хорошо. Максимум где-то 3-3,5 часа работы экрана. Опять же, зависит от яркости и уровня приема сигнала сети. То есть, по автономности здесь ничего критичного нет. Средние показания. Но, пожалуй, все, что я хотел и рассказал о устройстве, плюс-минус его перечислил, решать вам. Но, повторюсь, основная его фишка заключается в тонкости. Действительно, интересный аппарат. Смотрится, опять же, хорошо. Премиальные материалы. Кому может подойти аппарат? Ну, наверное, скорее всего, девушки. Действительно, смотрится так стильненько. Металл, стекло, тонкий. Ощущается в руке прикольно. Ну, единственное, он, конечно, скользкий. Все. Всем спасибо за внимание.